Нихита, привет! Спасибо большое, что пришел на интервью. Будет интересно, я думаю, в двух словах о тебе могу сказать, что ты фулл-тайм опенсорс-разработчик, как я прочитал на одном из видео недавних твоих, где с тобой общались. И у меня отсюда сразу вопрос. Что такое фулл-тайм опенсорс? Есть ли у тебя офис? Есть ли у тебя начальник? Есть ли у тебя дедлайны? Как выглядит фулл-тайм опенсорс? Егор, привет! Спасибо большое, что пригласил. Я действительно опенсорс-разработчик, и я действительно занимаюсь этим полный рабочий день, если по-русски. Как это выглядит? Я буквально открываю ноутбук, захожу на GitHub, выбираю любую задачку в мире, которую хочу сделать, и делаю ее. У меня нет ни дедлайнов, ни офисов, ни начальников, никого. Это самая лучшая работа в мире. Но кто-то же должен платить за это? Вопрос у зрителей будет у всех. Да, естественно, естественно. Это так, к сожалению, не работает. Потому что, естественно, ты можешь заниматься опенсорсом за деньги. Ты можешь устроиться в какую-нибудь компанию, например, Passgress, Passgress Pro, заниматься развитием Passgress'а и получать за это деньги. Это хороший вариант. Всячески всех агитирую, кто любит базы данных, заниматься чем-то подобным. Но если ты хочешь заниматься чем-то независимым, естественно, тебе никто за это платить не будет. Поэтому есть вторая часть моей жизни — это консалтинг. Я занимаюсь развитием языка программирования CPython, и довольно много всего вокруг него. Поэтому очень часто, когда у людей случаются какие-то проблемы с питоном, они приходят ко мне, платят мне деньги, я решаю их проблему. Причем эти проблемы могут быть абсолютно разные. Это может быть проблема, что нужно пособеседовать технического директора, это может быть проблема, что нужно проаудировать большой код. Иногда меня даже в судебные эксперты приглашают, чтобы я делал аудит какого-то кода, который проходит какие-то судебные разбирательства. Ну и так далее. В общем, всякое-всякое дело. Ну и в этот момент, когда ты делаешь консалтинг, ты не делаешь open source. Да, но я стараюсь балансировать эту историю. У меня достаточно дорогой консалтинг, который позволяет мне не очень много работать и очень много заниматься open source. То есть можно, допустим, если у меня есть проект на Пайтоне, мне нужен условно программист, я могу прийти к тебе, нанять тебя. Или это... Не, 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 не программист. Я, конечно, могу программировать, но я стараюсь этого делать как можно меньше, потому что программирование очень плохо масштабируется. То есть условно я не могу брать столько денег за программирование, чтобы мне хватало спокойно заниматься open-source целый месяц. То есть я не могу работать один день, два дня в месяц и все остальное время покрывать этими деньгами. Это просто так, не масштабируется. Но масштабируются другие проблемы. То есть представь, тебе нужно нанять технического директора. У тебя в компании нет человека, кто мог бы его пособеседовать на равных. И ты хочешь такого человека нанять. И ты приходишь ко мне и говоришь, слушай, вот ты же очень хорошо знаешь Python, и ты к тому же 10 плюс лет работал техническим директором. Я говорю, да, давайте я с ним пообщаюсь. Я с ним общаюсь, выношу свой вердикт, говорю, по техническим скиллам то, по социальным скиллам можете вместе посмотреть запись интервью или какие-то дополнительные этапы провести. Можно, например, этого человека брать или не брать. Прикольно. И как часто такое случается с тобой? Ну, вот конкретно такая история случается где-то раз в полгода. Обычно люди приходят за образованием. Сейчас самый популярный вид консалтинга – это когда люди приходят и говорят, слушай, у нас есть очень много питанистов, и они все косячат. Давай их учить. И я очень много рассказываю про то, как устроен питон внутри, какие инструменты можно использовать, чтобы не допускать те ошибки, которые люди допускают. И тут мне очень хорошо помогает мой бэкграунд. Потому что я долгое время занимался тем, что пытался автоматизировать работу программиста, чтобы вот все не косячили. Я написал огромное количество инструментов статического анализа, динамического анализа. Я написал огромное количество того, что работает внутри MyPy, ну, то есть чтобы проверки типов работали корректно, чтобы тесты работали корректно. Вот это вот все. И я им говорю, смотрите, ребят, вот такой пайплайн. Вот так настраивается CI, вот так настраиваются тесты, вот так они делаются быстрыми, вот так они делаются надежными. И люди с удовольствием за это платят, потому что они видят, что человек, кто занимался развитием этих инструментов, рассказывает им, как пользоваться этими инструментами. Прямо… Почему они не могут посмотреть просто видео твое на YouTube? Ой, хороший вопрос. Они могут это сделать. Но другой момент, что люди не очень мотивированы это делать, потому что на самом деле все, что я рассказывал, есть в open source. Есть статьи, блоги, документация, все, что хочешь. Но другой момент, что разработчику, который работает на работе с 9 до 7, до 6, до скольки там работают, я не знаю, вот, и ему нужно просто выделить на это время. И ему нужно сделать так, чтобы эта тема была интересна. Я думаю, что ты много раз сталкивался с тем, что разработчики приходят и говорят, слушай, тестирование там какой-то, статический анализ, ну, как бы я там баги фикшу, мне нору. А вот потом, в какой-то момент, ты их заинтересовываешь этим вопросом, ты приходишь и говоришь, слушайте, вот у вас будет там 3 часа, например, там 3 недели, и мы с вами очень плотно в этот момент работаем. Приносите свои баги с продакшена, приносите какие-то инциденты, давайте смотреть, почему это произошло, как устранить причину, и на что это повлияет в будущем. И людям нравится. То есть, ты их мотивируешь во многом, не столько обучаешь, наверное, сколько вдохновляешь. Ну, я обучаю, конечно, да, то есть, прежде всего, я их мотивирую вообще прийти, решить эту проблему, потому что, ну, собственно, их начальство платит, они становятся сильно, сильно мотивированы в том, чтобы, ну, их разработчики были мотивированы. Ну, вот, это первый этап. Второй этап, это, естественно, обучение. Ну, и третий этап, это, естественно, контроль. То есть, у меня с многими моими консалтинговыми клиентами связь очень многие годы, и я смотрю, как их бизнес развивается, как у них развиваются технологии внутри компании, как развиваются разработчики внутри компании, как меняется корпоративная культура, и тоже, ну, качественно, качественно помогаю им, где могу. А ты 10 лет назад, когда начинал Open Source, ты планировал прийти к этой модели, или была какая-то другая задумка? У меня была очень простая задумка, очень простая история. У меня была компания по заказной разработке. Мы тут с тобой коллеги. И я в какой-то момент просто пытался ее популяризировать. Вообще, это очень сложно сделать, когда у тебя небольшая компания, где работают три с половиной студента, ну, потому что ты больше никого нанять не можешь, это физически невозможно, ты сам бывший студент. И, да, то есть, как бы вот работаешь, с кем можешь. И заказчики у тебя такие же, то есть, у тебя нет каких-то красивых кейсов, да, то есть, сейчас я могу там рассказать, мы делали то-то, то-то, то-то. А тогда я не мог ничего такого рассказать. Мы делали сайт автомойки, там, сервис заказа наушников, вот что-то такое. И тебе надо как-то выделиться. И ты смотришь на разные варианты. И вот все варианты, которые я начал делать, это ровно потому, что я хотел, чтобы у меня было что поесть, и я популяризировал свой бизнес. Open Source, я думал, что будет работать. Оказалось, что это совсем не так. На моем опыте Open Source абсолютно не работает для популяризации бизнеса в глазах заказчиков. Вообще. Он работает на консалтинг, но не на заказную разработку. А на заказную разработку это внезапно оказалось очень хорошо для найма. Потому что, когда я сделал очень много всего и выложил все в Open Source, показал, как работает компания, какие процессы и технологии мы используем, у меня в какой-то момент была очередь из разработчиков. Прям очередь. Ну, там, человек 250, например, человек хотел у меня работать. Я выкладывал это все на Reddit, на разных сайтах поиска работы, и ко мне приходили люди просто в огромном количестве. И в какой-то момент я раньше обещал, что я буду каждому делать код-ревью, кто сделает небольшое тестовое задание. Ну, там буквально на, не знаю, задание на 40 строк кода, что-то в этом духе. И потом я понял, что я не справляюсь с этим, потому что, ну, их так много, что они мне, во-первых, не нужны, во-вторых, мне уже, ну, как бы не хочется смотреть 250 раз это тестовое задание, ну, его нафиг, короче. И я бросил эту затею, и уже в какой-то момент написал, что ребята, хватит. То есть у меня, ну, максимум, да, пять человек, вот, просто вот за глаза. А тут их 250, что с ними делать? Я начал у HR-ов спрашивать, говорю, слушайте, ребята, а вот что вы делаете с людьми, которые к вам в очереди стоят в компанию? Они такие, какие люди в очереди? Ты вообще о чем? Типа, мальчик, ты кто? Я такой, ну, вот у меня тут объявление, вот у меня тут open source, компания, процессы, там, всякие штуки, инструменты для деплоя, вот это все. Они такие, ты вообще о чем? Я говорю, ну, вот смотрите, ты рассказываешь, да, как у вас все устроено, к тебе приходят люди. Они такие, нет, это так не работает. Ну, я очень много времени потратил на общение с HR-ами, у меня тоже был небольшой бизнес, назывался HR versus tech, HR против технологий. Я пытался научить HR-ов разговаривать на одном языке с разработчиками. Потом я понял, что это задача, которая не имеет смысла, но зато очень много с кем познакомился, очень много прикольных есть. А почему эти 250 человек пришли к тебе, а не, допустим, в условный Яндекс? В чем был интерес у них? Почему ты? Почему они тебя выбирали? Они смотрели на то, что я пишу код определенным образом, то есть как, очень строго, у меня был процесс, который назывался blame this environment, то есть он очень похож на то, что ты рассказывал, я, кстати, смотрел несколько твоих видосов про менеджмент и всячески выражаю за них респект. И этот процесс выглядит следующим образом. То есть, соответственно, у тебя что-то ломается. И очень часто в компаниях какой есть, ну, стандартный подход к этому. Приходит начальник и говорит, ты сломал, ты дурак. Да, это ты лично накосячил. И я так тоже делал, на самом деле. То есть я искренне совершал эту ошибку, потому что, ну, эмоции. То есть ты видишь, что сотрудник налажал, ты думаешь, я бы такую ошибку никогда не сделал. А потом делаешь такую же ошибку ровно и как бы, ну, уже никто не виноват. Но я понял, что это неправильный подход, потому что он не масштабируется. То есть я хотел, чтобы эта проблема больше никогда не происходила. Я начинал создавать какие-то инструменты для того, чтобы эта проблема больше никогда не происходила. И я очень много каких-то консорных проектов сделал ровно так. То есть, собственно, я смотрел на то, какие проблемы у нас есть. Например, в какой-то момент мы выкатили какой-то релиз, все работало на тестовом стенде, я нажал кнопочку, это все улетело в продакшн, все сломалось. Почему? Потому что была миграция, на продакшене были одни данные, на тестовом стенде были другие данные. Миграция, ну, собственно, там прошла, там не прошла. Я такой, ой, а я работаю в стэмстэк Python Jungle. Я такой, ой, а как мне протестировать миграцию? И понимаю, что я никогда в жизни этого не делал, и вижу, что в принципе нет таких проектов. То есть никто не тестирует миграции. Я такой, давайте запилим библиотечку, будем тестировать миграции. Я запилил библиотечку, начали тестировать миграции, такой проблемы больше никогда не происходило. Ну и так далее. И на каждый такой маленький чих я старался создать либо библиотечку, либо какой-то процесс, ну, потому что не все, естественно, ошибки можно таким образом избежать. И таким образом я в какой-то момент создал компанию, в которой было очень много технологий, и людям хотелось эти технологии использовать. Это и функциональное программирование, это и типизация. Для питона это, ну, скажем, очень необычно и очень прикольно. Это и подходы к архитектуре, про которые я много рассказывал. Это подходы к релизам, к деплое, к сяе, ко всему. И люди смотрели на это, они говорили, я хочу в этом поучаствовать. Это прикольно. У меня такого никогда не было. Я хочу вот, вот это все я хочу, вот эти библиотечки мне нужны. А потом я еще рассказывал, слушай, у нас еще и процесс прикольный. Мы также, как и Zerokorty платили за таски. Это, кстати, оказалось очень плохой идеей в долгосрочной перспективе. Но это очень нравилось большому количеству разработчиков. Они говорили, слушай, я устал ходить на митинги, я устал ходить на собеседования, я устал вот это, вот это, вот это. Я просто хочу программировать. А так как у меня было очень много друзей и знакомых из OpenSource, ну, которыми я общался в Snapchat, в Telegram и так далее, они говорили, слушай, так это же как OpenSource, только за деньги. Я такой, ну, плюс-минус. И очень много ребят выражали искренне неподдельный интерес. Это было очень круто на вот этом этапе, но, к сожалению, бизнес так не работает. У нас был, вот, собственно, самый важный момент, наверное, который сломал, ну, вот бизнес как бизнес. Во-первых, у нас была очень низкая норма прибыли, потому что у меня было как? У меня была стоимость бага, то есть, условно, я назначал, условно, час бага, 5000 рублей. Ну, то есть, такие цены тогда были. И человек его решал и получал за это половину. Ну, то есть, 2500. 2500 разбивалось на несколько частей. Первая часть – это за ревью, то есть, кто ревьюил, тоже получал какую-то денежку с этого. Какая-то часть уходила тому, кто создал issue. Ну, то есть, если ты создал issue, тоже за это получил какую-то денежку. Какие-то деньги уходили на налоги, какие-то деньги уходили на расходы, вся и китлап, вот это все. И норма прибыли была 5-10% максимум. И получается, что когда я был тем, кто создает баги, ревьюит код, пишет код, было хорошо. Как только перестал это делать, у меня стала норма прибыли в 5%, я такой, ой, что-то как-то не очень. И самое главное – это невозможно продавать. Потому что ты приходишь в большую компанию и говоришь, слушайте, вот у нас очень хорошая команда, мы очень хорошо пилим на питоне всякое, возьмите нас на вот этот проект. Они говорили, вообще не вопрос, пацаны, вы классный, вот тендер. И ты такой, ну, в тендере там фиксированная сумма. Причем побеждает, обычно тот дает самую маленькую сумму. У нас все разработчики жирные и по 5 тысяч рублей в час получают. Я такой, ну, у нас есть проблемы, я не могу назвать вам точность суммы, давайте экспериментировать. И тут я очень много чего украл из FFF. То есть, там у тебя все фиксировано, фикс-баджет, фикс-тайм, флекс-скоуп. И ты можешь управлять токоскопом. Я пытался как-то вот эту историю сюда накрутить, потом и пытался накрутить еще что-то. В итоге тендеры выигрывали другие, потому что они приходили и говорили 30 тысяч рублей. Вот, и было больно. То есть, получается, вернусь немножко назад, то есть, получается, люди приходили к тебе, потому что им не хватало этого процесса в других компаниях. Получается, программисты хотят видеть строгий процесс, контроль качества, все, что ты рассказал. Не все. Самые лучшие программисты хотят. Программисты, которые не любят работать, они страшно этого не хотят. Они боятся этого как огня. То есть, когда я, например, прихожу в какую-то компанию, начинаю аудить сотрудников именно, их качество, их, скажем, уровня, того, сколько они делают, влияют на процесс, я очень много чего вижу ужасного. Например, я вывел, это среднее, никакими математическими работами и статистическими исследованиями не подтверждено, придется поверить на слово, что в среднем в большой компании программист сделает один коммит в месяц. Это среднее число. То есть, вот, типа, среднее. Я считаю, что если я сделал меньше десяти, то я вообще ноутбук не открывал. То есть, типа, ну, просто, я там, не знаю, конференции был, что-то там ходил, делал. Если вот десять, это, ну, я так чуть-чуть поработал, чтобы вот было самому не стыдно. В месяц? Плюс в день. Это я про себя в день, да. То есть, тридцать плюс в день, это значит, я работал. То есть, это я прям перформил, я сидел, занимался несколькими проектами, там, создавал много багов, находил какие-то проблемы в существующем коде, создавал новые фичи, возможно, делал новый проект. То есть, вот это вот тридцать коммитов в день, я считаю, что это прям такой нормальный уровень человека, который прям перформит. Ну, больше уже, конечно, сложно. Десять – это, ну, норма. То есть, типа, вот десять – это ты просто пришел, чуть-чуть поработал. Меньше – ну, тут зависит от того, как. Естественно, сейчас набегут люди в комментариях, я знаю про сквош-коммиты, естественно, это сквошные коммиты, естественно, это не только коммиты, но и создание issue, review и все остальное. Я в курсе. Спасибо. И просто все думают, что я не знаю, про что такое сквош-коммиты, когда про это рассказываю, мне всегда говорят. Я просто сквошу свои коммиты и так далее. Я говорю, круто, молодец. Вот. И, к сожалению, очень большое количество людей, кто попадает в такую ситуацию, кто действительно любит и хочет много программировать, им просто нет вариантов. Многие, на самом деле, продолжали работать в компании условно. X, ну, не X, сейчас это уже существующая компания, Y, и они просто во время митингов сидели и писали мне пол-реквесты, потому что им нравилось программировать. А ты сквош-коммиты не уважаешь, я так понял? Не, почему? Я сквошу коммиты регулярно. Я имею в виду, что финальных коммитов. То есть, ты можешь их там хоть 100 создать, но в итоге, если попадают в прот один, ну, вот он один. И более того, практически во всех open source коммитах, проектах коммиты сквошат. Потому что очень сложно смотреть историю в большом проекте, где у тебя в одной фиче, например, 15 коммитов. И самое главное, вот эта история про то, что давайте ребейзить сразу все коммиты в мейн, она не очень выдерживает критику, потому что в итоге мне нужно все равно просмотреть конкретную одну фичу. Мне не интересно, что ты 15 коммитов там сделал для этой фичи. Мне важно посмотреть один финальный, и вот что там было. А когда тебе нужно открыть 15 вкладок и посмотреть 15 историй изменений, это не очень удобно. Поэтому я скорее даже про сквош-коммиты. И как же быть этим людям, которые сидят вот на митингах и присылают тебе pull-requests, и при этом ты говоришь, что вариантов нет, куда пойти 5000 рублей получать за баг. Что им делать-то? Слушай, это очень хороший вопрос вообще про будущее разработки. У меня вот с каждым годом все меньше и меньше энтузиазма относительно именно индустрии. Я все так же люблю программировать, но вот индустрии я с каждым годом не люблю все больше и больше. Объясню. Мне кажется, что не происходит прогресса. Мне кажется, что происходит очевидный регресс во многих сферах. Это можно посмотреть на качество компьютерных игр. Вот просто какие были, например, игры в нулевые. Я буквально вчера смотрел ролик про игры 2000 года. Только один год. И там вышло сразу и Counter-Strike, и American Magi Alice, и еще много других культовых игр. Все в один год. То есть, там буквально каждый кусочек ролика и Sims вышел в тот же 2000 год. И ты просто смотришь, каждый блок этого ролика – это легенда. Вот просто легенда. А сейчас ты открываешь, например, компьютерные игры, и там просто страх и ужас. По техническому качеству, по качеству режиссуры, подачи, персонажей, всего. И так происходит везде. То есть, посмотреть, например, на операционные системы, скажем, Apple-овские конца нулевых. И сейчас, ну это просто небо и земля. То есть, сейчас это с трудом работает. Тогда это были операционные системы, которые, ну, на мой взгляд, были вот самые лучшие когда-либо созданные. Snow Leopard для меня до сих пор самая лучшая операционная система из когда-либо опубликована. И так везде. То есть, посмотреть на веб. Раньше веб работал. Ты мог пользоваться кнопками назад, вперед, обновить. Все работало. Сейчас ты заходишь на сайт, он тебе грузит 25 мегабайт же в скрипта, неоптимизированные картинки. Хотя, казалось бы, да уже, ну все есть, чтобы ты оптимизировал эти картинки. И ты все равно попадаешь в ситуацию, что кнопка назад не работает. Ты нажимаешь назад, у тебя скидывается вообще все. Появляются какие-то микрофронтены, какая-то еще фигня. И вот это все, на мой взгляд, очень сильно усложняет индустрию. И туда еще вливают в эту индустрию людей, которые объективно не хотят в ней работать. Они хотят зарабатывать большие деньги, им все равно, в какой индустрии. И, к сожалению, в программировании это критично важно, потому что на самом деле программирование и software – это критически важная инфраструктура. И когда эту критически важную инфраструктуру строят люди, которые вообще не понимают, что они делают, от слова «вообще», это ужасно. Представьте, чтобы у нас мосты, тоннели и так далее строили бы такие люди. Вы бы не хотели жить в таком мире, но почему-то всем норм, что так происходит с программированием. То есть никто не хочет хирурга, который научился на курсах в три месяца делать операцию, но всем норм, когда он делает для них важный софт. Где их персональные данные, где деньги, где важные бизнес-процессы, где жизнь и здоровье других людей, им норм. Типа, пожалуйста, пиши. Почему так происходит? Причины какие? Слушай, причин много. И в том числе, вот я для себя считаю, что существует некий миф о том, что программистов не хватает. Я считаю, что это миф. Объясню почему. У меня травматичный опыт консалтинга. То есть я прихожу в компанию и вижу дисфункциональные компании, которые не работают. Я не прихожу в компании, которые хорошо работают, им не нужен мой консалтинг, у них и так все прекрасно. Буквально там пару раз были люди, которые и так заказывали в хорошую компанию консалтинг, просто чтобы утвердить, что все хорошо. Ну, это очень редко, скорее исключение. И я прихожу в компанию, где ничего не работает. Человек присылает один коммит в месяц. Естественно, менеджмент не понимает, что он делает, потому что менеджмент такой же некомпетентный. И им нужно сделать что? Но им нужно нанять еще больше разработчиков. Ну, логично? Логично. У них еще больше митингов, у них еще меньше времени, чтобы писать код. У них еще больше конфликтов, у них еще больше инфраструктуры. И уже вообще никто не понимает, чего они делают. И вот эта ситуация порождает сама себя. То есть нехватка кадров – это миф, который используют люди для того, чтобы рассказать о том, что вот ничего не работает. У нас же нехватка кадров, у нас поэтому ничего не работает. Хотя на самом-то деле выгонит 80% этих людей, кто ничего не делает. Посмотри, кто присылает один коммит в месяц. Всех просто на мороз. Остальных, кто перформит, оставить. И они будут нормально производить софт без каких-либо проблем. Но когда происходят массовые увольнения во всяких твиттерах и ВК, то народ визжит на хабре, статьи одна за другой. Какой кошмар, нас увольняют. Компания, скорее всего, развалится, потому что нас увольняют. Слушай, ну, хоть одна развалилась. Но я понимаю людей. То есть, естественно, быть среди тех, кого увольняют – это страшно и ужасно. Потому что, ну, соответственно, у тебя пропадает источник дохода. Ты боишься за свою семью, за свой дом в ипотеку. Это все понятно. Но с точки зрения компании – это очень правильная история. И на самом деле, с точки зрения компании, я помогаю компаниям. Я не помогаю людям. То есть, мне компании платят за то, чтобы я им помогал. Я им говорю, смотрите, у вас есть вот 20% человек, кто вообще ничего не делает. Вы хотите сократить фото? Они такие, хотим. Я говорю, вот, собственно, как определить эти 20% людей. Метрики. Говорю, можете использовать эту метрику, можете не использовать эту метрику. Чаще всего компании, кстати, используют. Они, ну, прям находят совсем людей, кто совсем ничего не делает. И благодаря этому их увольняют. А как бы ты находил людей, которые ничего не делают? По коммитам в день и в месяц? Это самая важная метрика. Объясню. Естественно, просто сейчас люди в комментариях, они думают, что я, ну, и ты, я думаю, что как будто мы первый раз с этой темой столкнулись, да, что вот сейчас они напишут. А я же тогда могу каждый день что-нибудь коммитить, какой-нибудь мусор. Это так не работает. Во-первых, ты не знаешь о том, что нужно коммитить мусор заранее. То есть, ты уже работаешь в ситуации, что тебе ничего не надо делать в целом. Ты как бы его уже не коммитишь постфактум. Если ты знаешь, что тебе надо коммитить мусор, то ты можешь, там, как-то придумаешь эту историю. Дальше. В зависимости от компаний, ну, практически везде сейчас уже есть какой-то ICD и процесс ревью. То есть, уже нельзя коммитить откровенный мусор в мастер, чтобы никто не заметил. Ну, прям, это крайне маловероятно. Я такого не видел, ну, пожалуй, ни разу. За весь свой опыт и за все вот компании, в которых я побывал и посмотрел. Дальше. Естественно, я умею отличать мусор от немусора. То есть, я посмотрю на количество коммитов. Я, естественно, посмотрю, какие-то коммиты, да, что человек делает. Он может делать один коммит в год, но это такой важный коммит, что все остальное не имеет смысла. Например, у меня есть компания, которая приглашала меня им помочь. Они занимались расчетом... То есть, ты присылаешь им свою криптовалюту, они рассылают ее на разные счета для того, чтобы, ну, инвестиции сделать. Да, то есть, там какие-то инвестируют в биткоин, какие-то инвестируют там туда, какие-то сюда. И для того, чтобы им это делать, им нужен алгоритм, куда инвестировать. И вот человек был самый важный в компании, который делал алгоритм. Он делал не очень много, но он делал суть компании. То есть, больше как бы никто не знал, как это работает. Это другая проблема. Потом он захотел уволиться. Естественно, да, выбил себе, естественно, намного больше денег. Но, как бы, это другая история. Но, тем не менее, он делал немного работы, но его работа была архиважной для этой компании. Потому что, собственно, на его алгоритме все зарабатывали. И он мог делать, там, не знаю, один коммит в месяц. Если алгоритм работал, он выполнил свою работу. Деньги люди получают? Получают. Процент хороший? Хороший. Все круто. Ничего трогать не надо. Вот если там возникают какие-то проблемы, он делал там один-два коммита в месяц. Что-то правил, что-то менял. Все работало дальше. И такие люди, конечно, бывают. Но их очень мало. В основном это разработчики, которые правят баги и делают новые фичи небольшие. И вот фичей и багов надо много. То есть, естественно, нужно разделять эти категории. Ну, а достаточно часто возникает сопротивление против метрик у менеджеров, у программистов, которые считают это достаточно, ну, таким грубым механизмом оценки работы. И сейчас все большую и большую популярность набирают в компаниях так называемый performance review, который проходит раз в год, когда всех вместе собирают. И у каждого спрашивают, что он думает про каждого. И про своего начальника, и про своего подчиненного. Поэтому в итоге получаются какие-то оценки А, Б, С, Д, или какие-то численные оценки. И по этим цифрам людям выдают годовые бонусы. И как-то так их мотивируют. Это немножко противоречит тому, что ты говоришь, ты хочешь оценивать куда более гранулярно. Какое у тебя отношение к таким performance review глобальным? Смотри, с метриком. Если есть метрики в компании на количество коммитов, закрытых тасок, еще чего-то, и нет строгого контроля, то есть вот как я выполнял эту историю у себя, то естественно люди начнут делать чушь просто 100%. Без каких-либо вариантов. Люди используют любые хаки для того, чтобы взломать любую метрику, если сама система, заинтересованные люди не контролируют это. Поэтому нет никакого смысла внедрять в компании те метрики, которые я просто проверяю постфактум, когда их нет. То есть если ты их внедришь, люди начнут делать фигню, и все равно все будет сломано. Потому что сломано все на фундаментально другом уровне, не на уровне метриков. Люди ведут себя так, потому что система изначально сломана и позволяет себя так вести. Performance review, ну слушай, у меня отношение к нему сложное. Во-первых, это лучше, чем ничего. То есть условно, если у тебя в компании нет ничего, то performance review, наверное, лучше. Но я бы у себя в компании, вот у себя в компании, я бы не стал слушать мнения других людей относительно программистов, когда я могу просто взять и посмотреть. То есть, да, он может быть очень токсичным. Это, знаешь, классическая история. У нас есть самый сильный программист, он очень токсичный. И хороший менеджер сейчас говорит, мы его уволили, и в компании стало так хорошо работать. Я такой, ребята, вы что, вы уволили самого сильного программиста, потому что не могли немножко модифицировать систему, чтобы он не токсичил. Ну, например, посадить его за отдельный проект, никто им не занимается больше, вот он один сидит там, ковыряется, там, не знаю, в ассемблере где-нибудь, у него всё замечательно. Вы зачем увольняете лучших кадров, которых найти невозможно? Да, он токсичный, но можно чуть-чуть покрутить, можно там, не знаю, запретить ему общаться каким-то образом, да, можно там ещё что-то сделать. Блин, чуваки, ну куда? Да, и вот такого, к сожалению, очень много. И перформанс-ревью позволяет такие вещи немножко выявлять, немножко как-то минимизировать. А в целом это, конечно, то же самое, что у бабок у подъезда спрашивать про жильцов дома. То есть, например, то же самое. А что такое токсичный? Что ты вкладываешь в это понятие? Можешь ли какой-то пример привести? И что делать с такими людьми? Сразу все вопросы. Слушай, могу. Есть люди, которые общаются по-другому. То есть, вот они общаются не так, как средний человек. Они могут быть слишком придирчивыми, они могут быть слишком въедливыми, они могут быть слишком агрессивными. И всё это называется токсичностью. То есть, это когда людям лень находить ключ ценному сотруднику, и они говорят, всё, ты токсичный, иди отсюда, давай, не мешай нам всем тут работать. Но на самом-то деле, вообще вот эта вся история про общение, она, ну на мой взгляд, очень субъективна, и нельзя вот так вот людям раздавать ярлык. Ты токсичный, ты не токсичный. То есть, если этот человек ценный, если он что-то делает полезное, ты как менеджер, ты будь добр, придумай, как сделать так, чтобы минимизировать негативные эффекты. Риски есть всегда. И, собственно, управление рисками – это важнейший этап любого менеджера. То есть, ты не можешь без этого. И вот у тебя сработал риск. Единственное, что ты можешь сделать, это уволить его. Ну, что делать? Собственно, первый вариант – это действительно запретить общаться. Я большой фанат того, чтобы общаться на GitHub, ну или на GitLab и так далее. Объясню. Я человек не очень общительный именно, ну, лично. И у меня много контактов по работе, но лично я общаюсь с очень ограниченным кругом людей. Я не люблю, когда мне кто-то пишет в личку по рабочим вопросам. Меня прям это прям бесит, потому что, ну, это как-то вот прям, понимаешь, мне вот прям сознание засовывает эту информацию. Я вообще, то есть, я ни на что не подписан. У меня ноль подписок на YouTube, ноль подписок в Telegram. Я с информацией очень стараюсь держаться так, осторожно. И вот человек мне прям засовывает рабочую информацию, прям сознание говорит, на, читай. Я вынужден это читать. Но мне это очень не нравится. Мне нравится, когда у меня есть рабочий этап. Я открываю GitHub и вижу, что мне люди написали. Я с удовольствием воспринимаю эту информацию, как вот, ну, некую радость даже. Я общаюсь с людьми по техническим вопросам, мне это нравится. Но когда мне это пишут в Telegram, мне это не нравится. И я старался минимизировать общение в Telegram и все отправлять на GitHub. На GitHub сложно быть токсичным, потому что ты очень много чего можешь перевести в рабочую форму. Например, у нас была в компании проблема, что люди матерились. Я написал штуку, которая удаляет мат из их комментариев автоматически. И они перестали это делать. Ну, потому что они знают, что, ну, вернее, они сначала попытались поприкалываться там писать с буквой Е там вместо, ну, буквы там, вместо буквы Е писать тройку и так далее. Ну, в общем, я это все тоже потюнил, оно все это удаляло. И вторая была проблема, что люди очень агрессивно отвечали на комментарии в коде. То есть, условно, ты что-то написал, человек это видит и говорит, слушай, вот надо поправить, типа, фигня. Это тоже, с этим можно бороться. Есть так называемый semantic review commands. Ты внедряешь эту систему, внедряешь линтер. То есть, соответственно, если человек написал несемантически, его комментарий просто автоматически удаляется. Ну, либо там помещается как закрытый, потому что, ну, не соответствует тому, что есть. И семантическая структура позволяет людям общаться с семантикой. Не эмоциями, а семантикой. То есть, например, он пишет баг, двоеточие, суть бага. Без вообще каких-либо личных, там, атак или какого-то личной позиции. Просто баг, двоеточие, в чем? Ну, какие-то, может быть, там, дополнительные ключевые слова, семантика и так далее. Все, проблема решена. То есть, никто не токсичил в код-ревью, никто не матерился, никто не позволял себе какие-то грубости, еще что-то, потому что не знали, что грубость будет вырезана ботом. И, собственно, если ты будешь, ну, писать вне вот этого семантического обсуждения, тебя вырежут. Да, там, естественно, есть возможность, что ты можешь на этот семантический комментарий ответить большим блоком текста, что я считаю, что это не баг, а ты считаешь, что это баг, поэтому ты не прав. Но, в целом, люди чувствуют этот настрой компании. То есть, они понимают, что здесь так не принято. И если ты будешь так делать, ну, собственно, тебе применят еще какие-нибудь санкции. Скорее всего, увольнение станет последним этапом. Но санкции будут применены. То есть, возможно, тебе ограничат количество комментариев в день, например, автоматически. Или еще что-нибудь. У меня очень пылкое воображение и много свободного времени. Слушай, я слышал, что open source территория куда более токсична, чем закрытая разработка, чем разработка в небольшом коллективе. А сейчас с появлением, с обострением, точнее, политических кризисов в разных странах, мне кажется, становится все еще более токсичной. И отсюда вопрос, как ты относишься к недавним событиям вокруг Линукса и вокруг вот этих недавних атак на Линукс репозиторий, куда прислали множество пол-реквестов, пытаясь удалить то Линуса из контрибьюторов, то еще кого-то. Такие смешные пол-реквесты, но тем не менее. Весь этот ажиотаж, твое отношение интересно. Ну, с грустью отношусь, конечно. Потому что, на мой взгляд, open source – это было что-то очень волшебное, что человечество создало. Ну, то есть, без преувеличения. Потому что мы в open source видим вообще новую модель общества. То есть, это общество, которое работает не за деньги. Это общество, которое работает за идею, с нулевой ценой копирования. Это вообще модель, которая не вписывается в классический капиталистический устрой мира. Вообще не вписывается. И в этом ее вот волшебство. И теперь капиталистическая система туда залазит и начинает ее разрушать изнутри. Потому что, говорит, вот мы теперь зарегистрированы как Linux Foundation в США. Мы обязаны соблюдать законы США. Соответственно, вот там зарегистрированы были бы в другой стране, вынуждены были бы соблюдать законы от другой страны. И это движение начинает разрушаться. Естественно, это очень грустно. По поводу того, что будет в open source, у меня очень пессимистические взгляды. Я считаю, что произойдет полное разрушение всех международных институтов. Но я лично так почему-то думаю. У меня нет на этот счет аналитики или каких-то инсайдов. Я просто вот почему-то так считаю. То есть у меня нет способов обосновать свое мнение. И это будет вообще крайне печально. Виноваты девелоперы или что-то другое? Вот в случае с Linux Foundations. Виноваты те люди, которые это сделали? Или это неизбежное следствие объективных процессов? Ну, объективные процессы, конечно. Я думаю, что никто из девелоперов, естественно, не хотел удалять никого. Просто потому, что они даже не думают об этом. Но есть какие-то люди, которые занимаются какими-то частями Linux. Вроде нормально занимаются. Вроде проблем никаких нет. Ну, как бы зачем их вообще о них думать даже? Вот, например, у нас есть там в open source разные ребята, которые мне помогают в разных проектах. Я в хорошем смысле о них даже не думаю. Ну, то есть они когда присылают pull request, такой, пацаны, спасибо, благодарность, лайки, респекты. Но потом я иду дальше по своей жизни и думаю о чем-то другом. Вот я думаю, что здесь такая же ситуация. А тут, ну, очевидные процессы, которые и будут и дальше идти. Потому что, ну, я думаю, что ты со мной согласен, что не видно, чтобы что-то их останавливало, эти процессы. Представим, завтра к тебе придет какой-то один из твоих крупных консалтинг-заказчиков, который обеспечивает, ну, например, большую часть твоего дохода, и скажет, прекрати, пожалуйста, в CPython коммитить, потому что это словно американский продукт. Вот я не хочу, чтобы ты в нем участвовал. Какая будет твоя реакция? Ну, моя реакция будет сразу отказаться от этого заказчика, потому что заказчики, они партнеры. То есть я воспринимаю себя и их как партнера. То есть я помогаю им решить проблему, они помогают им решить мою проблему. Я на них не работаю. Они мне не начальники. И если мой партнер начинает вести себя, скажем, не очень адекватно, я с таким партнером не партнер. До свидания. У нас много других компаний, кто, скажем, будет не против. Естественно, есть какие-то здравые истории, что, скажем, какая-то компания разрабатывает какой-то продукт. Есть open-source аналог, которым я, например, занимался бы. Ну, это фиктивная история, такой нет. Они говорят, слушай, вот у нас есть такой-то продукт, мы его тут делаем, он закрытый. И вот мы знаем, что ты этим занимаешься, ну, у нас будет конфликт интересов. Это нормальная история. Я скажу, слушайте, ну, раз конфликт интересов, давайте конкретно этот проект я не буду трогать. Или, например, я тем уже проектом не занимаюсь, мне уже в целом пофиг на него. Я говорю, окей, я им уже не занимаюсь, мне пофиг, давайте я помогу вам с этим. Нормально. Но именно когда вот в такой формулировке, я бы подумал, что у этого заказчика прежде всего что-то не так с менеджментом. Потому что если он мне говорит такие вещи, а как он это будет проверять? А что будет в случае, если это нарушу? Это как-то в контракт пропишут? А это будет соответствовать каким-то законодательным актам в России или нет? Скорее всего, нет. То есть, а тогда зачем он это делает? Ну, типа, много вопросов. Ну, скажут, допустим, что Мета, которая террористическая организация на территории Российской Федерации, использует Сипайтон. А ты помогаешь разрабатывать Сипайтон. Ну, всё, пожалуйста, прекрати помогать террористам. Егор, а знаешь, кто ещё пил чай? Ну, развернуть могут, я об этом. А слушай, следующий вопрос. А представь, что тебя завтра удалят из Сипайтона. Как сделали с российскими контрибьюторами? Ну, это вполне возможно. И более того, да, вероятно. И я думаю, что не только из Сипайтона, но в целом с Гитхаба. Ну, то есть, это такой, на мой взгляд, достаточно реалистичный сценарий. Потому что мы уже видели прецеденты, мы уже видели похожие санкции. Ну, вариант, естественно, есть. Вариант создать левый аккаунт под VPN, который будет называться X5H8. Ну, что-нибудь в этом духе. И просто продолжить заниматься тем, чем хочешь. Потому что ты понимаешь, что у людей связаны руки. То есть, это не конкретные люди тебя удалили оттуда. А это, ну, вот так сложилось. А будет ли тебе интересно заниматься тем же, если твой аккаунт будет называться никак и никакой связи с Никитой иметь не будет, и никто не будет знать, что это ты занимаешься этим? Тебе разве будет интересно продолжать это делать? Хороший вопрос. Ну, он гипотетический, но хороший. Я думаю, что да. Потому что я вижу сейчас два плюса. Первое – это способ монетизации того, что я сделал через консалтинг. А второе – чистое удовольствие от программирования. И вот лишать себя чистое удовольствие от программирования, просто потому, что там кто-то ввел какой-то закон. Ну, я не вижу смысла. А внутри страны все равно люди будут знать, кто, что, где. И условно, те же самые клиенты, ну, может быть, будут приходить чуть пореже. Но я думаю, что все равно будут в курсе, кто чем занимается. Ну, я думаю, что ребята, которые там внутри компаний, ну, в смысле, внутри самих проектов, тоже будут понимать, кто что. Потому что, ну, все равно есть специфические модули, куда человек коммитит, как он это делает, как он оформляет пулл-реквесты. Очень легко узнать, даже если, ну, скажем, человек сменил имя, это читается. А что, если произойдет разделение опенсорса на два опенсорса? На условно-американский и условно-восточный. И появится два C-пайтона. Это возможно? Ну, это возможный сценарий. И что тогда делать ты будешь конкретно? Я не знаю, что я буду делать. Это очень, очень гипотетический вопрос. Я бы постарался, ну, я бы постарался сделать следующее. То есть, сохранить компетенции, которые у нас есть, и сделать продукты мирового уровня. Я бы постарался уже тогда бросить Legacy, который у нас есть. Ну, потому что объективно C-пайтон 30 лет. Это Legacy. И это хороший язык, мне он очень нравится, но я его очень хорошо знаю. Это Legacy. Я бы постарался сделать что-то новое, фундаментально новое. То есть, исправить фундаментальные проблемы программирования, которые сейчас есть. И сделать инструмент, который вообще не похож на то, что есть сейчас на рынке. Например, у меня есть несколько идей, которые я бы очень хотел реализовать в своем собственном языке программирования, гипотетическом. Идея первая. Это разделение языка на два слоя. Слой для девелоперов библиотек и мейнтейнеров языка, и слой для пользователей-программистов. Почему? Потому что пользователи-программисты хотят простой инструмент, который просто выучить, просто использовать, не создавать каких-то багов на ровном месте. Пользователи библиотек хотят обратного. Они хотят мощный инструмент для того, чтобы делать библиотеки такие, какие они хотят. Например, есть простые языки программирования, на которых невозможно работать с ORM. Но ORM люди хотят. Чтобы сделать ORM, тебе нужен сложный язык программирования. И вот ты делаешь ORM на сложной версии, пользователям уже доступно только как использование, но свой собственный код они могут писать только в простой версии. И это совмещает в себе плюсы двух миров. То есть плюсы Go, как простого языка программирования, клажуры и вот этого всего, и плюсы какого-нибудь Rust, который можно вообще все что угодно сделать. Но на Rust сложно писать конечным пользователям. И естественно, это история про то, что код можно представлять по-разному. Смотри, это вторая идея. Потому что сейчас мы представляем код, ну, максимум как текст и связь графов между ними. То есть мы можем визуализировать связь классов, связь модулей и вот это все. Но мы не можем визуализировать код по-другому. Хотелось бы, чтобы... Ну, вот еще появились недавно Jupyter ноутбуки, которые позволяют визуализировать код как статью научную, скажем. Ну, что-то в этом. Вот хотелось бы, чтобы вообще с кодом можно было работать по-другому. Вот у тебя есть таблица, и она реактивная в Excel. Да? У тебя там меняешь клеточку, меняется все. И ты хочешь иметь такой же опыт, например, в некоторых языках программирования. Не в сторонних инструментах, а в языках. Считать табличные данные. Потом ты хочешь, например, заниматься 3D-моделированием. Ты хочешь иметь вот сразу 3D-какой-то объект. Поменял там какую-то формулу, у тебя все сразу перестроилось. Ты не хочешь это видеть в коде, ты не хочешь это запускать, ты хочешь иметь возможность экспериментировать, трогать это все, менять, чтобы это все выглядело как магия. Знаешь, как в Мстителях, да, Тони Старк что-то там крутит, и у него сразу все меняется. У нас вот так не работает пока. Но хочется. Вот я бы посмотрел в эту сторону. Я бы посмотрел в сторону того, что код будут писать в будущем и люди, и искусственный интеллект. Так давайте мы для искусственного интеллекта и людей сделаем разные инструментарии. Ну, потому что им нужен разный инструментарий. Искусственному интеллекту нужен контекст. Ему нужны какие-то дополнительные уточнения. Человеку нужны дополнительные уточнения, свои собственные, не такие, как искусственному интеллекту. Вот давайте сделаем язык, в котором это будет сочетаться. И сделаем какие-то части, которые искусственный интеллект не сможет трогать. Вот, например, критично важная часть, она должна пройти ревью человека. Искусственный интеллект не может ее трогать. Давайте это сделаем программно, чтобы это физически было невозможно. Как? Пока не знаю. Исследования не проводил. Но это наверняка возможно. Что мешает сделать тебе свой язык уже сейчас? Ну, пока я, во-первых, не готов. То есть, я не вывезу это технически. Мне нужна для этого, естественно, команда. Мне нужны инвестиции под это дело. А сейчас я стараюсь смотреть, как устроены другие языки программирования. Учиться у них и выбирать лучше. Я коммичу не только все Python. Я коммичу некоторые другие языки программирования. Я коммитил очень много недавно в новый язык программирования. Вообще фантастика. Называется Glimm. Это построенный поверх Erlanga язык, который написан, сам компилятор написан на Rusty. А сам язык настолько простой, насколько это можно. У него автора была задача сделать очень простой язык. Проще Go, проще Closure, проще всего. У него есть две концепции. Первая – это у него есть просто name-tuple, ну, то есть, кортеж с именованными полями. Иммутабельные, ничего с ними делать нельзя. И Enam. То есть, эти кортежи объединяются в Enam. И есть функции. Все. Больше ничего нет. И ты можешь на этом строить безопасную логику. Ты можешь строить на этом очень корректную, красивую логику. И ты можешь использовать очень многие фишки функционального программирования, такие как пайпы, лямбда-функции, вот это все. Это выглядит все очень красиво, эстетично. А самое главное, этому можно научиться за 15 минут. То есть, ты читаешь вот несколько абзацев текста, ты знаешь язык программирования. Все. Вот часто у меня спрашивают новички, в основном молодежь, что самое главное при создании нового open-source продукта? Как добиться его успеха? Какой главный ингредиент потенциального успеха у нового open-source продукта? Они не знают, с чего начать, они не знают, какую тему выбрать. И их интересует, что нужно иметь, чтобы получилось. Проблему. То есть, нужно иметь проблему. И нужно иметь нестандартный способ ее решения. Потому что стандартный способ решения проблемы – это замести проблему под ковер. Если сделать вид, что ее не существует. Вот у тебя есть какая-то проблема, ты с ней столкнулся. Давай вот возьмем пример, который я уже приводил. Ты накатил миграции, продакшен упал. Тебе нужно добавить тестирование миграции с теми данными, которые были на продакшене. Ну или вообще немножко поменять процесс диплоя, сделать предварительный. Ну это усложнение. Короче, тестирование миграции. И ты решаешь эту проблему, выкладываешь это все на GitHub, пишешь тесты, пишешь документацию, пишешь Redmi, показываешь, как это делать. Ну то есть в Redmi ты показываешь пользователям, как решить ту проблему, с которой ты столкнулся сам. А дальше ты популяризируешь это. Ты рассказываешь это на интервью, говоришь, вот у меня есть такой проект. Ты рассказываешь об этом в доклад, говоришь, у меня есть такой проект, да, как мы с этим столкнулись. Потом ты рассказываешь об этом в статье, на Хабре, на русском языке, на Dev2, на английском языке, в своем блоге, если он у тебя есть. Ты рассказываешь об этом в Stack Overflow ответах. То есть, ну, если люди спрашивают о чем-то подобном, ты рассказываешь им, слушайте, вот у меня такая была проблема, я решил вот так-то. И ты постепенно-постепенно формируешь в интернете ответ на вопрос. Как решить эту проблему? Если у тебя в Django сломалась миграция, я использую пакет Django Test Migrations. Он становится популярным сам. Проблема есть, способы решения указаны, ну, естественно, указано много материалов, чтобы люди об этом узнали. Все. А ты бы рекомендовал молодым разработчикам идти по этому пути? Или пускай лучше коммитят в существующие проекты? Я бы, я, у меня сложная позиция, я сейчас попытаюсь ее объяснить, но она действительно сложная. То есть, сейчас вот, внимание, ребята, слушатели, прям, внимание, смотрите. Я вообще против того, чтобы заниматься опенсорсом из-под палки. Объясню. Опенсорс – это дорога в никуда. То есть, ты после опенсорса не сможешь быть обычным разработчиком. Ты не сможешь работать за зарплату в компании, где нужно делать один коммит в месяц. Ты будешь несчастен, и для тебя закроются все двери. Я не шучу. У меня есть огромное количество друзей, кто не знает, куда идти, как работать, и они буквально все выгоревшие в ноль. Потому что они опенсорсеры. Им хочется создавать технологии, им хочется создавать что-то новое и классное. А им предлагают, ну, в лучшем случае, создавать какую-нибудь там корпоративную систему с 15-ю роли входа. Не работает. Вы закроете себе очень многие двери. Как надо заниматься опенсорсом? Можно заниматься опенсорсом чуть-чуть, для того, чтобы понять, как это работает. Для того, чтобы сделать себе какой-то первый портфолио. Для того, чтобы... Ну, первый портфолио сложно сделать опенсорсинг, на самом деле. Это тоже миф такой. Типа, придите в C-Python, законтрибьюйте что-то, если вы новичок. Ну, удачи. Ну, конечно, есть баги, которые там, ну, не знаю, опечатка какая-то, ее можно поправить. Но таких багов, во-первых, очень мало, их сложно найти. Ну, вы же не знаете, как новичок, как искать опечатки. Для этого существуют специальные инструменты, как спелл, например, и так далее. Но вы что-то хотите законтрибьютить. Вот чуть-чуть можно в самом начале, да, выложить какую-то там свою гипотезу, что-то проверить и так далее. Можно делать опенсорс, если ты хочешь сделать из этого бизнес. Если ты выкладываешь какую-нибудь замечательную библиотеку, например, HDB. Ну, я не помню, она полностью опенсорсна или нет, но очень классный, интересный проект. Хочется, чтобы он взлетел и мы получили какую-то новую версию базы данных. Хочется. Круто. И они еще деньги за это получают. Молодцы. Хочется, если заниматься опенсорсом, вот именно опенсорсом, тогда других вариантов нет. Это вот самый ужасный случай. То есть, если тебе хочется заниматься опенсорсом, ты понимаешь, что других вариантов нет, ты встаешь на этот путь и тут я надеюсь, что я когда-то смогу таким людям помочь. Вообще, я сейчас считаю, что одна из важных целей моей жизни создать в России такую штуку как опенсорс, как карьера. Просто понятно. В чем суть? Существует очень много проектов, которые критически важны. И хочется, чтобы люди, которые действительно развивают и поддерживают эти проекты, вы видели это как возможность работы. Вот смотри, я смотрю на тысячи людей, которые сидят в компаниях, делают один коммит в месяц и получают при этом полмиллиона рублей. А потом ты смотришь на людей, которые, например, делают 8000 коммитов в год, развивают, например, всю экосистему, например, PHP, JavaScript, Erlang, неважно, и получают за это ноль. И ты думаешь, справедливо ли это? Несправедливо. А самое главное, вопрос справедливости, мир вообще несправедлив. Вопрос экономической целесообразности. Если убрать человека, кто делает один коммит в месяц из компании, ничего не случится. Если убрать вот этого человека, рухнет инфраструктура языка. Поэтому давайте мы, пожалуйста, найдем полмиллиона рублей всем миром на вот этого чувака, кто это делает. И я бы хотел, чтобы это выглядело как некий консорциум компаний, которые объединены каким-то стэком. И условно, компании, которые используют PHP, Python, Java и так далее. Ну, Java там, насколько я понимаю, не совсем open source, там сложно, но тем не менее. И чтобы компании условно платили этим людям и трудоустраивали их. Ведь сейчас у open source нет IT-ипотеки, отсрочки от мобилизации, каких-то других льгот, налоговых отсрочек, ничего. То есть нас как бы не существует. Но при этом open source важны, нужны. Если мы хотим, чтобы их становилось больше, если мы хотим развивать технологии, на них нужно обращать внимание. То есть, получается, ты предлагаешь сделать какую-то структуру, назовем ее open source incorporated, в которую бы Никита пришел, получил там трудовую книжку, устроился, у него не было ни начальника, ни митингов, ни дедлайнов. Нет. Не совсем так. То есть, естественно, когда ты устраиваешься в такую компанию, это уже все-таки компания, у нас, у вас, у них, я вряд ли буду в такой компании работать, даже в такой, мне слишком нравится быть независимым человеком, у них появляются сразу какие-то KPI, дедлайны, задачи, цели, но это задачи и цели другого уровня. Например, сейчас C-Python добавляют поддержку режима NoGill, то есть, выпиливают Gill, который был, который не давал нескольким трендам работать одновременно, и, собственно, пытаются всю экосистему языка переделать. Это делают несколько человек, они безумно красавчики, но за это платят, за это платит компания, и у нее есть свои собственные цели. Так вот, это отличный симбиоз. Вот я хочу, чтобы было примерно так же. Приходят инженеры и говорят, вот у нас есть проблема в языке, он, например, слишком медленный, давайте мы его ускорим, так-то, так-то, так-то. И компания говорит, отлично, вот вам проект, например, длительностью 2-3 года, ну, потому что быстрее это сделать невозможно, ну, значительно ускорить язык. Вот вам финансирование, вот ваши задачи, вот ваши KPI, вперед. Вот так я это вижу. Потому что, естественно, если ты будешь коммитить абсолютно разные языки программирования, в разные проекты, создавать свое, кому это надо. Ну, то есть тут, конечно, нужно это все стандартизировать, но в целом я вижу такую пользу для большого количества ребят, кто в будущем будет развивать то, что мы пока делаем бесплатно. А если бы тебе сейчас предложили устроиться в какую-нибудь крупную корпорацию, вот на ту самую позицию в полмиллиона и один коммит в месяц, ты бы отказался? Я бы отказался. Ну, я отказываюсь, собственно, я же безработный официально. Ну, у меня есть и пешка, и официально не безработный, но... То есть поступают такие предложения? Да. И тебе что в этом не нравится? Ну, смотри, один коммит в месяц, сиди в этой компании, продолжай работать в опенсорсе, делай коммиты в свой любимый сипайтон, а там получай зарплату. Или такой вариант не нравится? Мне не нравится такой вариант, потому что это нечестно. Ну, на мой вкус. Я не люблю быть нечестным, я люблю... Ну, я люблю опенсорс, я люблю, когда вот... Как бы все... Мне такой вариант не нравится лично. Я бы так работать не хотел, и я бы перестал себя уважать. Вот, если бы я так делал. Вернее как, если бы мне прям человек пришел и сказал, слушай, один коммит в месяц полмиллиона, честно, тогда, пожалуйста, это ну как бы... Ну, то я бы, наверное, отказался. То есть, ты не сможешь, сидя в этой компании, делать один. Ты будешь 30 коммитов в день делать. Да, я бы сказал, слушай, ну, это типа нечестно, один коммит не стоит полмиллиона. Ну, опять же, смотря какой, но в целом, да, то есть, это того не стоит. Я бы старался человеку предупредить, что... Короче, я бы потерял самоуважение, когда ты потеряешь это, поэтому... Ну, я бы не хотел так. А если бы компания пришла к тебе и сказала, вот тебе полмиллиона, продолжай свой CPython развивать, но мы главный... Не то, что главный, но для нас CPython это главный компонент, поэтому мы платим тебе эти полмиллиона, занимайся CPython, только, пожалуйста, реализуй те фичи и те баги, которые мы туда репортим в первую очередь. Пожалуйста. Ну, вообще без проблем. То есть, если вот такая формулировка, я с удовольствием готов хоть завтра. Под какую-то... На какую-то компанию в таком формате поработать. Но компании не приходят, видимо, с таким предложением, да, я так понимаю? Нет, не приходят. Не приходят. То есть, они, видимо, ожидают, что ты будешь делать это бесплатно, потому что ты... Они не ожидают, они видят, что я и так это делаю бесплатно. То есть, с точки зрения компании, зачем за это платить, ты и так уже это делаешь бесплатно. Мне можно написать в личку, слушай, мы тут завели баг, вот оно, посмотри. Я пойду и посмотрю бесплатно, блин. И они ожидают, что это нормальный формат, так должно быть. Да. Но я думаю, что в какой-то момент люди поймут... Кстати, вот, возможно, вот эти потрясения в опенсорсе, которые происходят, они играют нам на руку. Потому что люди начинают об этом задумываться, что оно... Не волшебные гномы прибегают ночью на клавиатуру и создают опенсорс, а это как-то вот так работает. Что люди, которые также хотят жить в квартире, которые хотят кушать, у которых должно работать отопление, они вот это делают. И, типа, если их не поддерживать, то это всё начинает как-то ломаться. Потому что... Ну, что происходит реалистично? Да, давай я на примере своих друзей, естественно, не называя имён и не называя, где они работают, чтобы их можно было вычислить. Ну, просто расскажу вот там средний путь такого человека. Ты делаешь какой-то большой проект и им пользуются миллионы, миллиарды людей. Он большой. И дальше ты в какой-то момент сталкиваешься с жизненными, обычными изменениями. Хорошими, плохими, разными. У кого-то появляется семья, у кого-то рождаются дети, кто-то попадает в аварию, кто-то покупает себе квартиру, но там, не знаю, их затапливает и нужно делать ремонт задом и так далее. Ну, всякое бывает. И ты понимаешь, что те деньги, которые ты зарабатываешь в консорсе, тебе перестают хватать. Ну, прям резко. Всё. То есть тебе нужно сделать ремонт в квартире, тебе нужно там ребёнка в школу отправить, там машину новую купить, ещё что-то. Случилась жизнь. И у них есть два пути. Путь первый. Это пойти как раз в компанию за условный полмиллиона в месяц заниматься чем-то не пойми чем. Это грозит им выгоранием и полной потерей желания работать и жить. Вот. Потому что, ну, это серьёзный стресс для человека. То есть, когда он понимает, что он занимается фигнёй, то есть, ещё маленькое отступление про work-life balance. Есть такое западное выражение work-life balance. Это полнейшая чушь, потому что нет никакого work-life balance, есть только жизнь. Только жизнь. Она одна. И ты её живёшь. И ты работаешь в рамках своей жизни. То есть, это часть важнейшей твоей жизни. Ты самореализуешься, ты пытаешься найти, как можно помочь миру, да, или там, как помочь себе. Ты, ну, вот ты всё делаешь ради того, чтобы жить. И пытаться выделить как-то работу из этого очень странно. То есть, типа, здесь я работаю, здесь я живу. И вот эти люди, они начинают так делать. Они такие, вот здесь я работаю, получаю деньги, а вот здесь я чуть-чуть живу. Два часа после работы. И когда ты живёшь в день два часа, ну, как бы понимаешь качество своей жизни, да, одна двенадцатая. Вот. И, конечно же, конечно же, это так не работает. Поэтому вот люди, которые выбрали этот путь, они страдают. Есть второй путь. Это вот такой, который немножко выбираю я. Разные модификации. Ты понимаешь, что тебе не хватает денег, например, на покупку квартиры в Москве. Я понимаю, что мне не хватает денег на покупку квартиры в Москве. Ипотеки, кредиты, не моя тема. До свидания. Я понимаю, что мне хватает денег на покупку квартиры в Нижнем Новгороде. Я покупаю квартиру в Нижнем Новгороде, переезжаю жить в Нижний Новгород. То есть, ты жертвуешь чем-то ради того, чтобы не жертвовать самым важным. То есть, Москвой можно пожертвовать. Москва – мой любимый город, обожаю Москву, прожил в ней замечательные 10 лет. Всячески, когда туда приезжаю, кайфую, но вот это важнее. То есть, мое внутреннее самочувствие, оно важнее. Поэтому, вот я живу в Нижнем Новгороде, где я могу себе это позволить. Потом ты начинаешь смотреть, а можешь ли ты себе там вот это, вот так, вот здесь. И начинаешь это вот как-то выкручивать. Типа, здесь консалтинг чуть-чуть, здесь там еще что-то, здесь вот это. И при этом ты все равно живешь в гармонии с собой, что самое важное. Но ты жертвуешь некоторыми другими вещами. Вот Москвой было пожертвовать тяжело. Обожаю Москву. Ну вот смотри, вернемся к вопросу денег. Существуют всевозможные open-source фаундейшены, типа Apache, типа Linux Foundation, типа там какие-то еще есть фаундейшены, куда компании, крупные компании складывают большие миллионы регулярными платежами, а дальше эти фаундейшены, как я понимаю, призваны... Где они? Да, призваны, ну допустим, Apache Foundation. Это же, я так понимаю, большая честь для любого open-source проекта попасть в Apache Foundation. Тогда ты становишься как бы частью Apache этой инфраструктуры. И я так понимаю, я не знаю точно, но я так догадываюсь, они начинают платить тебе какую-то зарплату, этот Apache Foundation. Или это не так? Возможно, возможно. Слушай, ну это нужно... Ну то есть, во-первых, ты работаешь с каким-то западным фондом, с которым сейчас все сложнее и сложнее работать. Во-вторых, это для каких-то избранных проектов. То есть, это похоже на то, что я предлагаю, но я немножко предлагаю все-таки... Все-таки чуть проще эту историю. Потому что вот условно там есть и Python Foundation, Python Software Foundation, вернее, есть Jungle Software Foundation, но они не платят деньги. Потому что они скорее занимаются контролем самого проекта. Apache, возможно, платят. Я с ними не взаимодействую, не знаю. Но я вот именно про то, чтобы найти симбиоз компании и open source в том, чтобы компания становилась лучше, open source становилась лучше. А вот эти фондейшены... Ну, я не эксперт, я не совсем понимаю, как они конкретно работают. Из тех, которые я видел, они работают про другое. Я тоже не знаю, но я знаю, что туда отдают большие миллионы крупные компании. В частности, Huawei, например, наша компания, где я работаю, мы являемся спонсорами ряда фаундейшенов open source. И значит, мы не просто так там логотипчик стоит. Это значит, что туда уходят деньги, и немаленькие. Дальше вопрос, куда эти деньги приземляются? Ну, я думаю, что, естественно, есть довольно большая руководящая структура, потому что любой фаундейшен не может существовать без руководства. А дальше вопрос размера этого руководства, их целей. Возможно, это какие-то конференции, которые проводятся. Потому что, возможно, важнее всех вместе собрать раз в год ключевых контрибьюторов на какой-то конференции, чтобы они пообщались, чтобы они обсудили, что делать дальше, какими-то идеями обменялись, чем, например, им платить какие-то небольшие деньги. Возможно, еще что-то. Я тут не знаю. Вообще говорят, что опенсорс должен быть благодарен своему развитию именно крупным корпорациям, которые многие годы закрывали глаза на то, что некоторые их сотрудники, получая зарплату внутри компании, большое количество времени отдают на создание какого-то Линукса или какого-нибудь там C-Python. Я тут согласен. Единственное, что компании не закрывали глаза, просто этого не видели. Потому что откуда они знают, чем там разработчики занимаются в крупных компаниях? Но ты говоришь, что это аморально с твоей точки зрения так действовать. Слушай, нет, я не говорю, что это аморально. Я говорю, что если ты работаешь на работе уже, вот ты уже работаешь, ты уже туда пришел, и ты как-то работаешь, а потом тебе в голову пришла замечательная идея, ты начал ее реализовывать. Я не вижу в этом больших проблем. Я вижу проблему для себя, изначально зная, что я не собираюсь работать в этой компании честно, идти туда и зарабатывать деньги, занимаясь своим. Ну вот здесь я бы сказал, для меня это было бы, ну... Тут еще важно, что я деньги не очень сильно люблю. Зачем они особо нужны-то? Ты счастливый человек. Это, кстати, очень большое счастье. Я вижу действительно людей, которые любят деньги. Ну прям любят их. То есть вот они прям любят их. Я не могу понять, типа, со что. То есть типа... Ну понятно, ты сначала покупаешь себе там красивую квартиру, ты покупаешь себе там микрофон, клавиатуру, еще что-то. А дальше-то что? Ну вот ты все это купил, вот тебе дальше это зачем? Ну, возникает очень много вопросов с этим. Но так как я в целом изначально такой, мне было очень просто с опенсорсом. А что ты хочешь через 10 лет получить? Ты не хочешь больше квартиру, ты не хочешь дороже микрофон. А что ты... Кем ты видишь себя через 10 лет? Какие твои достижения будут? Ну вот я хочу создать вот эту историю в стране, чтобы опенсорская карьера стала реальностью. Чтобы условно текущие ребята, кто сейчас учится в школе, или даже еще, например, не поступили в школу, когда они оттуда выйдут, они имели возможность рассматривать работу, например, над языками программирования, драйверами, базами данных, как карьеру полноценную. Чтобы у них был выбор. Ты можешь быть веб-разработчиком, если они еще останутся к тому моменту. Ты можешь быть там фронтенд-разработчиком, мобильным разработчиком и опенсорс-разработчиком. То есть, чтобы это был валидный выбор. Не для всех, не для каждого, но для многих. И вот это было бы большое достижение. Я не уверен, что оно получится, потому что это зависит от большого количества двигающихся частей, которым я не очень понимаю, как управлять. То есть, это и государство, и крупные компании. То есть, это не опенсорс-проект, который берешь и делаешь. Проблем нет. Вот тут много всего. Но я бы хотел тестовать. Вторая история, которую я бы действительно хотел сделать, я бы хотел повлиять, не говорю создать, повлиять на создание новых инструментов на фундаментально других принципах. Новые среды разработок, новые языки программирования, новые способы взаимодействия с базами данных. И так далее. Я считаю, что мы застряли в Легасе очень давно. Надо это Легасе как-то оставлять потихонечку. Нельзя основывать миру современной на технологиях, которые 70-го года не меняются. Мы можем лучше. Как так получается, что в CPI-то немного Легасе? Вы же в опенсорсе, вы же открыты, вы же видны. По идее, если там есть проблемы, их должны сразу желающие фиксить, приходящие со стороны или те, кто там уже внутри. Любой большой проект, которого есть пользователь, обрастает Легасе, потому что он не может ничего ломать. Python 2, Python 3 много Легасе сломал и выкинул. Естественно, ты помнишь, что было, когда переходили с Python 2 на Python 3. А теперь следующая история. Мы не можем ничего ломать. В Питоне как минимум 2-3 релиза. То есть мы сначала должны задеприкетить что-то. Обычно могут прийти люди и сказать, слушайте, мы не можем это деприкетить, мы на этом построили большую популярную библиотеку, вообще никак деприкетить нельзя. И мы такие, окей, раздеприкетчиваем обратно. Вот буквально недавно, вчера видел pull request, в Питоне есть три способа получать консольные аргументы. Ну, флаги, аргументы, вот это всё. Это arc parse, get opt и opt parse. Вот get opt и opt parse задеприкетили. Они были задеприкетили, ну, по-моему, около года. Пришли чуваки, говорят, слушай, нет, так не работает, мы не можем это использовать вообще никак, у нас тут много кода, много библиотек, много пользователей, давайте, возвращайте всё назад. И всё назад вернули. То есть, теперь все эти три библиотеки снова раздеприкетчены. Теперь можно пользоваться тремя на выбор. И так везде. То есть, ты не можешь большой популярный проект, самый популярный язык программирования в мире на данный момент, вот так ломать через колено. Потому что, ну, тогда ты потеряешь пользователей. А если ты потеряешь пользователей, ну, зачем ты тогда это делаешь? То есть, это уже большой язык. Он уже существует. Ты не делаешь что-то новое с нуля. Не ломай вещи. Вот. И это очень важно. То есть, соответственно, мы стараемся обратную совместимость очень сильно хранить. И тебя это раздражает, потому что накапливается объём этого легоси. Правильно я понимаю? Конечно. То есть, внутри меня, естественно, есть раздражение. Я, естественно, его не выказываю, потому что я понимаю, почему оно так устроено. Но оно есть. Я бы хотел увидеть новые языки программирования. Опять же, важно понимать, что мы понимаем под легоси. Давай я расшифрую это слово, потому что это очень... Ты, кстати, играл в мою настолку? Нет. Там есть карта легоси. Вот первое, что приходит мне на ум. Это не то, что плохой код. Это те решения, которые люди принимали, и как они думали, будет хорошо. И, например, вот ты видишь, что есть питоне гилл, и многие могут назвать гилл легоси. Но это было не потому, что код плохой, а это было сознательное решение, что тогда гилл все равно работал на одном процессоре. И, соответственно, тебе не было особого смысла добавлять мультитрейдинг, чтобы в один момент времени работало несколько трейдов. Ну, потому что в рамках процессора все равно работал один трейд, потому что, ну, вот так. Архитектура такая. А теперь, когда есть многоядерные процессоры, соответственно, ты можешь действительно запустить несколько трейдов словно параллельно. Там все равно какие-то есть некоторые моменты синхронизации. И все. Вот это стало легоси. Но убрать это очень сложно, потому что на этом завязано вообще все. И хочется убрать именно вот эти фундаментальные вещи. Не код по рефакторе чуть-чуть обновить, а вот эти фундаментальные вещи достать и изменить. Скажи, а как принимается решение в таком большом проекте, как CPython или вообще как Python целиком по тому, что сделать деприкейтед, что вернуть из деприкейтед? У вас какие-то комитеты, какие-то собрания, зум-звонки? Кто принимает решение окончательное? Все. Все вот это есть. Смотри. Есть сложный процесс. Он действительно сложный. Если ты нашел баг, просто показываешь, где баг, как его воспроизвести, добавляешь тест, правишь баг, все окей, приняли. Если ты предлагаешь небольшую новую фичу, небольшую, она может в целом пройти без большого согласования. То есть условно, давайте добавим такой-то маленький флаг вот в такую-то там кли-утилитку. Условно, там у нас был рандом, дай мне int, а вот я хочу float, дай мне float. Ну, как бы все окей, вот pull request приняли. Большая фича требует PEP. Python has small proposal. То есть, соответственно, ты пишешь полный документ, как ты видишь эту фичу, как она будет работать, какие у нее backward compatibility policies, как ее учить, очень важно, то есть как научить пользоваться этой фичой новых разработчиков, спецификацию этой фичи, все-все-все-все. Ты описываешь и отправляешь это в Python Steering Console. Это организация, пять человек, выборных, за нее могут голосовать Python-кор разработчики и еще некоторые люди, но это не массовое голосование. То есть, это чисто меритократия. Это чисто меритократия. То есть, люди, которые делают Python, голосуют за пяти самых главных из них. Собственно, кто будет это все направлять. И в целом, я абсолютно согласен с этим выбором, потому что это действительно одни из самых талантливых инженеров среди всех. Без вопросов. В этом смысле меритократия работает. И они уже определяют, войдет этот PEP в Python или не войдет. Возможно, его отправят на доработку. Возможно, его вообще сразу зареджектят. Возможно, будут долго думать, потому что какие-то PEP висят годами. Например, тот же PEP про NoGil. Он прошел, мне кажется, с 2016, ну, лет 8, наверное, таких итераций туда-сюда. И в итоге нашли вариант, который всех устроил. Ну, не 8, лет 6, наверное. И всех устроил, и вот приняли определенный PEP с определенными ограничениями, с определенными таймингами, вот этим всем. Есть большое количество рабочих групп. Есть CIP Working Group, кто работает именно на уровне C-шного API для Питона. Python, это на самом деле язык из двух языков. Это Python язык и C язык. C это набор функций, макросов, всего остального для того, чтобы писать C Extension, на котором, собственно, построен весь PEP, леонинг, data science, вот это все. То есть он построен на другом Питоне, который обычно люди не видят. Ну, Питона 2. И у них есть свои созводные. Есть Typing Console. Это те, кто занимается развитие типизации. С ними я больше всего взаимодействую, потому что я люблю типизацию и участвую в этом. И вот с ними тоже созвоны, Zoom встречи, митапчики, есть даже публичные митапы. То есть можно прийти и рассказать какую-то свою идею для улучшения типизации. Ее либо примут и скажут, супер. Есть такое понятие, как спонсор. То есть, соответственно, если ты кор-разработчик, ты увидел классную идею, человек с улицы не может предложить свой PEP. Он может его предложить, но он должен найти спонсора. Кор-разработчика, кто бы подписался под то, что это хорошая идея. И вот тут как раз можно найти себе спонсора. Звучит смешно, но так и есть. Вот. И ты находишь, например, какую-то идею, говоришь, супер, давай будем работать вместе. Человек пишет свою идею, ты корректируешь, спонсируешь его вниманием, да, и продвижением. Потом приносишь это PEP Typing Console. Typing Console обсуждает все детали и вариации, отправляет это в Steering Console. Он уже принимает окончательное решение. То есть, бюрократии много, но она работает. То есть, несмотря на, вот, казалось бы, большое количество движущихся частей, Python работает в том смысле, что он продолжает набирать обороты больше и больше пользователей. Да, он становится, возможно, не таким, как он был раньше. Кто-то может сказать, что он становится другим языком, не таким простым. У него появляются типы, асинхронщины, еще что-то. Но это все появилось не просто так. А потому что пользованию тебе это было нужно. И у тебя было два варианта на самом деле развития языка. Первый, это сказать, да, наш язык будет уже не такой простой, он будет сложнее, но зато люди будут его использовать. Вариант второй, сказать, слушайте, у нас простой язык, отстаньте. Люди перестали бы его использовать. На мой взгляд, на мой взгляд, выбрано правильное направление, потому что, ну, Python в итоге самый популярный язык программирования, его довольно много людей любит, что важно. То есть, это не просто язык, которые все ненавидят. вот, ты много людей знаешь, кто искренне знает, да, да, PHP или Java. Знаешь таких людей? Мало таких людей, да. А вот Python любит. Слушай, а вот мотивация автора этого Пепа, я пытаюсь поставить себя на его место. Вот у меня есть два пути. Первый, я начну биться головой в эту бюрократию, присылать свои Пепы, убеждать каких-то спонсоров, добиваться внимания, меня все будут игнорить, я буду заниматься этим даже не месяцы, как ты сказал, а иногда, может быть, годы. Либо я пойду и создам свой репозиторий, в нем напишу какой-то свой язык, который никто не будет использовать, у него будет 10 пользователей и 8 звездочек на гитхабе, но это будет моя дорога, мой репозиторий, я буду автором, никаких комитетов. По какому пути в итоге пойдет среднестатистический программист? И какая мотивация идти по первому пути? Какая она у тебя? Я так понимаю, ты пошел все-таки по первому пути. Я по тому и по-другому пошел. У меня очень много своих проектов, где я делаю то, что хочу. Но это очень разные ощущения, потому что, когда ты делаешь то, что ты хочешь, ты реализуешь какой-то свой творческий потенциал. У меня, например, есть мой любимый проект, называется Dry Python. Это штуки, которые я украл из других языков программирования, затащил их в Python как в библиотеке. Обожаю этот проект, потому что он настолько отбитый, насколько можно. Там монады, типы высшего порядка, тайп-классы. Короче, я Haskell ограбил по полной программе. Но при этом вот вторая часть, что ты пишешь, пеп и так далее, это другие ощущения. И прикольно делать и то, и другое. То есть прикольно участвовать в обсуждении, прикольно презентовать свои идеи. В хорошем смысле их защищать от критики. Прикольно разговаривать с другими разработчиками, слышать их проблемы. Вот почему вот этот пеп им что-то сломает. И это совсем по-другому позволяет тебе взглянуть на работу в Open Source. Поэтому я считаю, что и то, и другое важно. Важно реализовываться и делать то, что ты хочешь. Важно участвовать с большими проектами и смотреть, как они работают. Потому что если ты не знаешь, как работают большие проекты, тебе будет сложно вырастить свой большой проект. Вот как-то так. А там сложная, токсичная, агрессивная среда? Или все с удовольствием выслушивают тебя и готовы помочь? Ну, тут есть важный нюанс. Слон в комнате, как говорится. Нельзя быть токсичным в Open Source. Потому что есть COG, это Code of Conduct, который явно запрещает быть токсичным. Причем, что такое токсичное, естественно, там не написано. Просто приходят люди, есть рабочая группа, которая занимается COG. И они приходят и говорят, вот мы считаем, что это токсично. У меня есть с этим только одна проблема. Я не носитель английского языка. Я свободно говорю, свободно пишу, читаю, все что угодно. Но я не вижу культурных нюансов. То есть, вот это вот очень важно, что когда, например, недавно было большое обсуждение, что использовать U, местоимение, в обсуждении pull request, это довольно агрессивно. Я такой, чего? Почему? Что? Оказывается, действительно так. Есть прям, как писать, скажем, академически верно и так, ну очень политкорректно. Если ты хочешь, чтобы человек что-то поменял, пиши не you, а пиши we. Can we change this function to this function? Can you change? Это будет чуть более агрессивно. И вот таких вещей очень сложно почувствовать. И вот у меня есть с этим проблема, что из-за того, что нигде не описано, а как правильно себя вести, очень сложно вот эту грань поймать. То есть, я бы хотел, чтобы это было более явно, чтобы были описаны правила, чтобы можно было прям пойти по какой-то документации, почитать, возможно, пройти какой-то курс, чтобы вот это вот было, потому что иначе не совсем понятны правила игры. А я такое не люблю. Интересно. Такой у тебя опыт есть, действительно, контакты с большим комьюнити. Это действительно поможет тебе при создании больших проектов в будущем. Чего мы искренне желаем тебе, и я, и наши зрители. Потому что ты, конечно, для нас... Пример для подражания, для многих. Я скажу, что у тебя на гитхабе больше пяти тысяч фолловеров, по-моему, сейчас, если я не ошибаюсь. По-моему, да. Это один из лучших результатов в России, если я, опять же, не ошибаюсь. Один из... Опять же, сложно считать, что такое из России в тихих условиях. Но да. Ну, хорошо. Ну, последний вопрос, наверное, задам тебе. Как ты считаешь, ты... Все-таки я уже спросил это, но, наверное, еще раз, ты счастлив от того, чем ты занимаешься? Тебе нравится open source? С одним исключением. Для того, чтобы быть полноценно счастливым, я хочу все-таки сделать вот эту большую работу. я хочу, чтобы это было не просто, что я могу... Конкретно я один человек, так могу. Я хочу, чтобы много других людей так могли. Потому что... Я поэтому стараюсь развивать очень много людей, кто приходит в open source. То есть, я как только вижу, что человек начинает комить в open source, вот много что-то делать, классного. Я сразу предлагаю ему любую свою помощь. Продвижение, конференции, статьи, все что угодно. То есть, давай. Почему? Когда нас будет много, нас будет сложнее игнорировать. Легко игнорировать меня одного. Ну, это там, блин, чувак, он что-то странное делает, фиг с ним. Когда нас будет 100 странных человек, причем, не просто 100 странных человек, а 100 странных, очень-очень крутых разработчиков, которые делают очень большие проекты, тебе будет сложно игнорировать. Ты наберешь вес. Я сейчас стараюсь набрать вес в нашем open source сообществе. Это непросто. Скажем так, некоторые события мировые мне не помогают в этом вопросе. Вот. Но вот тогда буду прямо действительно счастлив, что получилось вот это большое дело сделать. Давай, может быть, в конце какой-то призыв к действию предложим зрителям. Вот что бы ты хотел, чтобы они сделали? Написали тебе, предложили помощь, поучаствовали в проекте. Что ты ждешь от того человека, который просмотрел это интервью? Во-первых, подпишитесь на мой телеграм-канал. Он называется Находки опенсорсе. Ссылка будет внизу. Дадим ссылку, да. Да. Я там пишу про оси Python, я там пишу про опенсорс, я там публикую разные анонсы мероприятий, где можно встретиться, поболтать, поиграть в мою опенсорсную настольную игру. И, в общем, ну, как-то вот взаимодействовать. И, естественно, если у вас есть идея опенсорс-проектов, если у вас есть какой-то опенсорс-проект, который вы уже сделали, напишите мне, я с удовольствием могу про него тоже написать пост у себя в канале. Я могу позвать вас на конференцию, на метап, еще куда-то. То есть, у меня много вариантов, как вас продвинуть. Ребята, пишите, не стесняйтесь. Чем ближе к Python, тем больше у меня вариантов. Ну, потому что, если, если человек пишет на C++, мне сложнее, но, тем не менее, тоже чем-то смогу помочь. Вот. Я хочу создавать сообщество, я хочу людей между собой соединять, и я вижу в этом большую, хорошую задачу. Супер. Спасибо огромное. Надеюсь, письма пойдут. Мы и твой контакт оставим внизу. Пускай пишут. Да. Спасибо за интересную беседу. Ну, как беседу. Да, и за интересные вопросы беседовал в основном я, конечно. Все, благодарю. Пока-пока.